На этой неделе Болград отметил 199-ю годовщину со дня основания. Один из крупнейших городов Одесской Бессарабии, центр будущего укрупненного района, поздравил с важным событием лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Болград по праздничному поводу не с пустыми руками прибыла внушительная делегация Украинской морской партии. Подробности визита в материале наших корреспондентов. В этом году Болград отмечает свой день рождения без привычного размаха. На то есть уважительная причина. Регион занесен в оранжевую карантинную зону. Но это не повод, чтобы вообще не поздравлять стратегически важный для области районный центр, уверен лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Мы сегодня большой делегацией приехали поздравить жителей города Болграда Одесской области с днем рождения. Сегодня Болграду исполнилось 199 лет со дня его основания. Вы знаете, мы приехали не с пустыми руками, мы вручили гуманитарную помощь. Здесь люди, которые работают и показывают пример трудолюбия. Вот посмотрите, все красиво, аккуратно, чисто. Каждая болгарская семья, и не только болгарская, здесь компактно проживают и молдаване, и гагаузы, и русские, и украинцы. Но большинство, конечно, болгар. Я очень рад, что мы сегодня находимся здесь. Я хотел бы каждому жителю Болграда пожелать самое главное, чтобы они были здоровы, чтобы были счастливы. Пусть в ваших семьях, в ваших домах всегда будет уют, достаток, любовь и процветание. Храни вас Господь, дорогие земляки, дорогие болградцы. В Болграде Сергей Кивалов посетил ряд социальных учреждений города и передал необходимую помощь Одесскому областному центру реабилитации лиц с инвалидностью, территориальному центру социального обслуживания граждан Болградской районной государственной администрации и Болградской районной больницы. У нас дети, основная масса больше половины, это дети с умственной отсталостью. К сожалению, дети у нас, второй уровень по количеству у нас занимают дети с аутическим спектром, это дети-аутисты. К сожалению, их количество очень быстро растет у нас. Это дети-дауны. Вот это три основных направления детей, с которыми мы работаем. Ну, плюс и четвертая группа – это дети с ДЦП. То есть дети, которые в инвалидных колясках перемещаются, только лишь, естественно, с ними много проблем в том плане, что нужны специальные поручни, нужны специальные коляски, то есть то, с чем мы работаем. Персонал центра составляют всего 25 человек, из которых 12 – педагогов. Здесь дети проходят физическую реабилитацию, также с ними проводятся групповые и индивидуальные занятия по психологическому развитию. Конечно, у центра очень много потребностей, особенно сейчас, когда нагрузка на работу центра увеличится. По просьбе руководства Сергей Кивалов передал центру в подарок компьютерную технику от Украинской морской партии. Мы с удовольствием приняли приглашение ваше для того, чтобы пообщаться с вами, для того, чтобы высказать вам слова благодарности за все, что вы делаете. Вы делаете очень многое. И сегодня после реорганизации районов я не сторонник был этого, но никого не спрашивали. Я считаю, что прежде чем проводить структуризацию в целом районов и области, нужно было посоветоваться. Украинская морская партия, она в оппозиции к власти, в жесткой оппозиции. Мы категорически не воспринимаем то, что происходит. Уже много лет помощь центру оказывает директор Одесского областного отделения Фонда социальной защиты инвалидов Виталий Кольцов, который является уроженцем Болграда. Коллективу реабилитационного центра Виталий Кольцов был представлен в новом статусе. В качестве кандидатов депутата Одесского областного совета от Украинской морской партии Сергея Кивалова. Очень много задач. Никто вас с вашими проводилами один на один не оставит. Я вам это обещаю, как обещал и ранее, как и посещал вас там и на Новый год, и не только на Новый год. Поэтому будем дальше работать, будем трудиться, потому что самое главное для нас это помощь тем детям, которые оказались в таких сложных обстоятельствах. Представители Украинской морской партии Сергея Кивалова не могли обойти вниманием и болградскую районную больницу, которая сегодня испытывает большую нагрузку. В помощь медикам Украинская морская партия передала средства реабилитации в виде инвалидных колясок, а также специальные функциональные кровати, которые также используются в Центре противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, созданном на базе университетской клиники Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Хочу выразить благодарность Украинской морской партии за предоставленную возможность в виде гуманитарной помощи, благотворительной, в виде кровати с электрическим приводом, который нам помогает, который находится в реанимационном отделении, помогает нам, облегчает нам жизнь для лечения тяжелых пациентов. По словам Сергея Кивалова, сегодня развитие медицинских учреждений невозможно без политической поддержки. Также очень важно сохранять заинтересованность в работе персонала лечебных учреждений, а для этого медики должны чувствовать заботу и быть уверенными в завтрашнем дне. Мы знаем, чем живет сегодня Болград и что необходимо, какая нужна ему помощь, потому что кандидаты в областной совет от Украинской морской партии это жители города Болград. В основном мы берем местные, чтобы они знали обычаи, традиции. Вот находимся в больнице. Почему внимание особо сегодня придается именно больничным учреждениям, Болградской больнице, вот она у меня как раз за спиной. Здесь выявлено около 500 человек, которые заболели коронавирусом. И вы знаете, это беда. В целом для этого района это очень много. Мы особое внимание уделили этой больнице. В процессе децентрализации Болград станет центром трех объединенных районов – Болградского, Арцистского и Тарутинского, что значительно увеличит количество пациентов центральной больницы. Кроме того, сегодня Болград находится в оранжевой зоне по заболеваемости COVID-19. Поэтому нагрузка на врачей растет. Украинская морская партия Сергея Кивалова сегодня сделала очень большой взнос для того, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи для пациентов, которые находятся на лечении в Болградской центральной районной больнице. Это прежде всего функциональные кровати. Это очень важный элемент лечения, потому что больные тяжелые, их требуется постоянно за ними ухаживать, переворачивать. И для этого нужны действительно очень хорошие революционные кровати с правильными матрасами, с электрорегулировкой и тому подобное. Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета позволяет развивать сотрудничество с больницами области, в первую очередь посредством телемедицины. Мы в ближайшее время откроем здесь представительство нашей кафедры, внутренних болезней, для того, чтобы можно было оказывать квалифицированную помощь как дистанционно, так и путем приезда на консультацию к нашим специалистам. Большой груз гуманитарной помощи от Украинской морской партии Сергея Кивалова получил территориальный центр социального обслуживания граждан Болградской районной государственной администрации. Одежда, текстиль, игрушки, инвалидные коляски и средства передвижения. Все это будет передано нуждающимся подопечным территориального центра, семьям, воспитывающим детей инвалидов, пожилым, одиноким людям, а также попавшим в сложную жизненную ситуацию. Мы благодарны за помощь, которую нам оказала Украинская морская партия в лице Сергея Кивалова. Мы благодарны Виталию Михайловичу Кольцову за ту помощь, которая наказывает нам и надеемся на дальнейшее сотрудничество. В условиях нынешней реальности людям очень часто не хватает средств на решения самых насущных проблем. Поэтому я думаю, что мы в будущем будем сотрудничать и те моменты, которые, допустим, мы не можем решить самостоятельно, что помощь будет оказываться неравнодушными людьми нашей страны, те, кому не безразлично то, что происходит с уязвимыми категориями населения. Украинская морская партия и в дальнейшем будет оказывать реальную помощь жителям Одесского региона. К слову, в районных организациях политической силы уже оказывается бесплатная юридическая помощь гражданам и открытой приемной Украинской морской партии Сергея Кивалова.